Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите выпуски. Все ближе к победе. Торжества к 9 мая начались. Ветераны принимали просягу новых защитников государства. Фотосалоны Ижевска работают в режиме нон-стоп. Ижевчане восстанавливают фотографии своих героев, чтобы пройти к бессмертному полку. Восстанавливаем разметку. Дорожники сегодня рассказали, где и как рисуют полосы и когда все будет готово. Танцуют все Ижевск. Стал столицей марафона лучших танцевальных коллективов страны. Чем удивляет, покажем. Вечный огонь в Ижевске уже утопает в цветах. Горожане несут букеты в преддверии большого праздника. Сегодня, в канун 9 мая, ответственный день был у новобранцев удмуртской полиции. 30 молодых сотрудников принимали присягу и клялись защищать закон и порядок. За всем этим наблюдал не только глава Удмуртии, не только министр внутренних дел, но и ветераны. Те самые, что отстояли родину. Всем победы! Огромное вам спасибо в первую очередь за наступающим праздником. Глава Удмуртии приветствует ветеранов МВД. Все они пришли на присягу новобранцев. Молодые сотрудники сосредоточены, волнение старательно скрывают. Испытываем гордость за нашу страну, за ветеранов. И то, что именно в столь знаменательный день для нас, для ветеранов и для всех жителей Российской Федерации принимают присягу. Эти сотрудники полгода учились в Центре профподготовки МВД. Теперь они пополнят ряды патрульно-постовой, участковой служб, дорожной инспекции, уголовного розыска. Молодые и перспективные. Такие же в далеком 41-м уходили защищать родину. Более 500 человек, половина личного состава Удмуртской милиции ушли на фронт. 380 из них погибли в сражениях. Низкий поклон всем за ту победу, кто к ней причастен. Шейхенур Мулин к победе причастен тоже. На войну ушел 18-летним милиционером. На фронте стал пулеметчиком. «Калининский фронт, Северо-Западный фронт, Забайкарский фронт. Два года почти с немцем на самой передовой. Много раз ранее был, живой остался». «Как 9 мая будете отмечать?» «Это самый праздник для меня. А другие праздники я уже не признаю». Ветеран собирается на парад, считая дни. В свои 93, забыв про недуги, праздник встречает в бодром расположении духа. И очень рассчитывает, что в полицию идет достойная смена. «Здравствуйте, товарищи!» «Здравия желаю, товарищ генерал-майор!» Обряд посвящения в сотрудники органов внутренних дел прошли 30 человек, фактически в унисон, читая клятву Родине. «Я, Горакул Иван Валентинович, поступаю на службу в органах внутренних дел, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу». К новым сотрудникам МВД обратился глава республики Александр Соловьев уверен, клятву вечного огня обязывает ко многому. «Обязывать всегда помнить, какую высокую цену заплатила наша страна за свою свободу и независимость. И обязывать быть достойным отцов и дедов». Вечный огонь в Ижевске уже утопает в цветах. Звезда начищена до блеска к великому празднику. Здесь готово все. Марина Баль, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». В Ижевске ищут автоволонтеров. Столичные активисты предлагают неравнодушным водителям присоединиться к акции «Транспорт ветеранам». В ряды добровольцев записались пока 40 человек. В День Победы они будут бесплатно доставлять фронтовиков, тыловиков, детей войны к местам торжеств на кладбище или в гости к родственникам. А после окончания праздника развозить их по домам. Стать добровольцем просто нужно. Всего лишь запомнить анкету на Ижевском автофоруме. Так записываемся в ряды добровольцев, кто хочет не есть шашлыки, не отдыхать, а делать доброе дело для тех людей, которые подарили нам чистое небо. Возить их безвозмездно, бесплатно, куда они захотят, куда они попросят. На автодежурство ижевские активисты выйдут в 7 утра, разделятся по районам. В прошлом году с комфортом и бесплатно городские автомобилисты развезли больше двух сотен ветеранов. Ижевчане готовятся к акции «Бессмертный полк». В фотосалонах сегодня отложены все остальные заказы. Сотни ижевчан приносят фотографии своих героев войны. Восстанавливать пытаются даже самые старые снимки. У кого-то единственные. 9 мая по главной улице Ижевска пройдет парад «Бессмертного полка». Все подробности прямо сейчас. Вот такую вот маленькую фотографию распечатали бы и все. В семейном архиве Риммы Кулигиной ни одной фотографии предков участников Великой Отечественной не сохранилось. Искали и нашли архивные снимки у родственников. После участия в акции «Бессмертный полк» семья продолжит писать уже собственную книгу памяти. Я пойду с этим портретом и с этим. Это получается по папиной линии, а это по линии мужа. Вот он погиб, а этот вернулся. Но хотим, чтобы дети помнили, чтобы дети пошли и участвовали в «Бессмертном полку». Все остальные заказы, свадьбы, выпускные, последние звонки в печатном салоне отложили. Сделают после 9 мая. Основной объем работы – штандарты к акции «Бессмертный полк». К дате планируют сделать несколько сотен портретов. Заказов порядочно идут. Порядка 15-20 человек ежедневно идут со своими фотографиями, которые мы сканируем, распечатываем, ламинируем. Наносим на вот такой штандарт, который при любом удобном случае после «Бессмертного полка» можно будет срезать и повесить на стенку. Основная сложность – качество исходного материала. Снимки военных лет мятые и истертые. Черно-белые изображения увеличивают до формата А3 и пишут фамилию героя. Вот еще вторая фотография, вот которая будет лучше. Лучше будет вот эта вот фотография. Хорошо. Она более четкая и более яркая, несмотря на то, что она старее по возрасту. Вот папа мой, Марчук Роман Васильевич, в действующей армии танкистом был. Эти портреты про дедушки и про бабушки понесет 9-летний внук Людмила Марчук. Не знаю, может быть, сейчас теперешнему поколению они не так остро все воспринимают, но как я, потому что их уже нет. 29 лет нет папы и 20 лет нет мамы. Не знаю, какие сейчас ветераны, может быть, те, которые конец войны захватили. Но вот те, которые прошли всю войну, их уже, к сожалению, осталось очень мало. Формирование колонны бессмертного полка пройдет 9 мая с 9 до 9.30 утра. Предварительной регистрации нет. Участие по зову сердца, как дань памяти погибшим. Однозначно мы ждем в районе от 6 тысяч участников. Мы представляем, если в том году было от 4 тысяч участников, то в этом году в разы больше будут участников. Строятся, конечно же, они будут между 2-й городской больницей и доской подсчета. И я думаю, что та колонна будет не менее, чем, наверное, техник, которая у нас предусмотрена на Параде Победы. В этом году шествие в Ижевске пройдет до улицы Кирова. Акция также состоится в городах и районах республики. Елена Керн, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». В преддверии праздника Победы неравнодушные горожане наводят чистоту и порядок в тех местах, где 9 мая пройдут основные торжества. Представители партии «Единая Россия» сегодня вышли на внеплановый субботник на территорию Нагорного воинского кладбища. Дмитрий Вороновин расскажет. Местом субботника единороссы выбрали Нагорное воинское мемориальное кладбище, что в преддверии Дня Победы весьма символично. Именно здесь похоронено большинство ижевчан и жителей Удмуртии, которые сражались за родину в Великой Отечественной войне. И к этому месту у нынешнего поколения отношение особое и трепетное. Воинский мемориал возник здесь тоже не случайно. В годы Великой Отечественной войны погибшие, умершие от ран красноармейцы нашли здесь свое упокоение. И я считаю, что жители города Ижевска на протяжении всех послевоенных лет очень бережно относятся к этому месту, приходят на субботники, приносят цветы. Вооружившись граблями и лопатами, участники субботника привозили в порядок территорию, помня о том, что через 4 дня, 9 мая, сюда придет очень много людей. Мы все прекрасно понимаем, что 9 мая все наши граждане пойдут возлагать цветы, пойдут на различные наши точки города, где находятся у нас подобные комплексы, чтобы отдать дань тем погибшим воинам, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. Поэтому нам действительно хочется, чтобы эти мероприятия прошли хорошо и на тех, соответственно, объектах была чистота, порядок. Это и пример другим горожанам, которые уже поучаствовали в субботниках по месту жительства или работы. За оставшиеся до 9 мая дни прийти в такие же знаковые и памятные места Ижевска, связанные с воинской славой, их немало, и навести и там чистоту и порядок. Дмитрий Вороновин, Василий Хриков, телеканал «Моя Узмуртия». Дорожники республики приводят в порядок загородные трассы после прошедшего паводка. Восстанавливают гравийки, школьные маршруты, дорожные ограждения, знаки, чистят кюветы. А там, где уже сделан ямочный ремонт, наносят разметку. В Удмуртии ее рисует 8 бригад. Традиционно начали с Завьяловского района. Сегодня красками обновили дорогу до Волошки. И такие разделительные полосы должны появиться на всех загородных дорогах и федеральных трассах. Ну, практически вся Удмуртия. Все дороги значимы общей протяженностью полторы тысячи квадратных километров. На это у дорожников есть всего месяц. К 31 мая дорожная разметка должна появиться на всех республиканских трассах. Рисовать в этом году придется еще дважды. Обновят разметку к 1 сентября и к началу зимнего сезона. 86 миллионов рублей в этом году потратят на то, чтобы сделать города-республики комфортными для инвалидов. Программа «Доступная среда» продлена еще на 4 года. Пандусы, подъемники, звуковые светофоры появятся возле всех социальных объектов. Но у главы Удмуртии есть серьезные претензии к строителям. Какие, расскажет Анастасия Редько. Я тут тысячу раз ходил. Этот маршрут им изучен до мелочей. Обогнуть дом, а там уже специальные поручни. Их установили в прошлом году в помощь тем, кто плохо видит или не видит совсем. Таких в доме Александра больше сотни человек. И теперь их путь до магазина занимает считанные минуты. Но выбраться куда-то дальше продуктового уже проблема. По часам, допустим, приходишь получать пенсию. Там тебе дают номерок. Скажут, там, допустим, 12-я кошка где находится. Или первая. Ну, первая, ладно, изучила. 12-я там. Ну, короче, найти не можешь. Это тоже как-то непродуманно. Тактильная плитка есть, но зимой ее заметает, и она бесполезна. В городе ходит общественный транспорт, оборудованный аппарелями. Но для инвалида-колясочника он доступен не всегда. Не все водители хотят или еще что-то открыть вот эту платформу, чтобы можно было свободно заехать на коляске. В городе тем, чьи возможности ограничены, сложно. Убедились в этом даже здоровые люди. Представители Общенародного российского фронта обследовали поликлиники, аптеки, магазины, соцобъекты. Четверть из них в Ижевске не приспособлены для инвалидов вообще, либо адаптированы частично. Если мы делаем замечательный пандус, и при этом оставляем узкие двери или высокий порог, то эффективность потраченных на пандус средств стремится к нулю. В этом году республика потратит больше 86 миллионов рублей на то, чтобы сделать среду доступнее для инвалидов. И оборудовать новые пандусы, поручни, низкие бордюры, пешеходные переходы следуют не для галочки, заявил глава Удмуртии на встрече с активистами ОНОЭ. На стадии проектирования, на стадии строительства, вот это мы уже должны сразу сделать все. Не возвращаться потом, опять же, это лепит. И ко мне, как главе республики, поступают прозву. И мы стараемся пререагировать, сделать в отдельно, в стоящем доме. Но это не подход. Подход должен быть для всех одинаков. И все должны получить доступную среду. Подсказать строителям, как нужно, готовы и сами инвалиды. И представители инвалидных организаций предлагают учитывать и их мнение при проектировании или переоборудовании социально важных объектов. Анастасия Серитько, Руслан Ури Ахметов, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Почти 20 фермеров из Удмуртии в этом году смогут получить господдержку в виде грантов. Конкурс на прием заявок в Министерстве сельского хозяйства уже завершился. Итоги обещают подвести в начале лета. А как живут и работают получатели грантов прошлых лет, узнал Роман Вагинов. Грант на развитие своего дела Андрей Третьяков получил еще в 2012 году. Тогда сумма составляла 1 миллион рублей. Для участия в конкурсе пришлось собрать немалый пакет документов и составить бизнес-план, вспоминает фермер. На полученные деньги приобрел технику и 50 овец нашей удмуртской мясной породы. Раньше же были вот эти цигаи, они же тонкорумные, не считались как мясной породы. Ну и хотелось, чтобы мяса было побольше, реализации, чтобы... Надежды оправдались по мясу? Ну, мясо идет, но дешево. Программа «Устойчивое развитие сельских территорий» рассчитана до 2020 года, сообщил вице-премьер Сергей Токарев. Для селян это отличная возможность наладить свое собственное дело. Основная ставка на производство молока. В 2015 году получателями грантов на поддержку начинающих фермеров стали 17 крестьянско-фермерских хозяйств, это до полтора миллиона рублей каждому хозяйству. На развитие семейных фермерских хозяйств 7 хозяйств у нас прошло, это до 5 миллионов. С начала действия федеральной программы уже почти 150 фермеров республики получили гранты на реализацию своих бизнес-планов. Поддержка будет и в этом году, даже невзирая на сложный бюджет, подтвердили в правительстве. Между тем, в районах Удмуртия уверены, фермерство – направление, которое в экономически сложное время поможет деревне выжить. Я считаю, что нужно, конечно, увеличивать именно на индивидуальное. Люди займутся, вот в городе стало меньше работы, возвращаются в село и займутся, если будет реально тоже поддержка именно и сбора молока от населения, чтобы его реализация была. Конечно, и народ займем тем, чем они хотят заниматься. Есть желающие. Вчера ко мне приходил молодой человек Дмитриев, он сам родом из деревни, сейчас в городе. Он хочет вернуться и быть фермером. Что касается размера самих грантов, суммы не изменились. Начинающий фермер сможет получить до полутора, владельцы семейных ферм – до 5 миллионов рублей. Роман Рагинов, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». В Ижевске стартовал пятидневный марафон под названием «Танцующая Россия». В столицу Удмуртии приехали сотни танцоров, которые представляют самые разные стили и направления. Организаторы гарантируют, им будет с кем и за что побороться. Танцуют все. И танцуют красиво, и до упаду. Вплоть до 8 мая танцевать будет, кажется, вся Удмуртия. Повод весомый. Наша республика принимает четвертый национальный фестиваль «Танцующая Россия». Энерджайзеры из десятков регионов страны приехали к нам, чтобы показать свое мастерство, научить других. Цель. Ну, вообще, вот эти все фестивали, они больше используются как средство движения к определенной цели, достижения определенного уровня танцевального мастерства. Вот. И развить себя в творческом плане. Танцевать, как оказалось, можно не только на паркете, танцевать можно и в воздухе. Сенсация первого дня фестиваля – выступление ижевской данс-команды «Фулл Хаус». Танцоры решили сломать все стереотипы, нарушить все законы притяжения, привязали к потолку канаты и на высоте 12 метров стали выделывать вот такие танцевальные па из разряда «Ультра-Си». У зрителей голова кругом, причем во всех смыслах. Это опасно? Нет. Если подходить со всей внимательностью, изучить технику безопасности, ничего опасного нет. Это система скалолазная и, собственно, с помощью нее мы крепимся. Радостное ощущение преискушения, ощущение танца, ощущение свободы. Команду «Смельчаков» из «Фулл Хаус» специалисты уже сейчас называют одним из главных претендентов на победу в фестивале. А в целом за пять дней в Ижевске пройдут сразу девять чемпионатов России по различным видам танцев. Болельщики узнают имена лучших коллективов в состязаниях по восточным танцам, танцевально-сценическому шоу, брейк-данцу, уличным направлениям, а также паркуре и шоу-балете. В списке соревновательных аренд фестиваля лучшие спортивные и концертные залы Ижевска. Дмитрий Вороновин, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Урмуртия». На этом у нас все. Удачи вам и до встречи.